паровозик сколько мы глотаем углекислого газа до всякого с выбросами с металлами доброе утро друзья я быстренько встал уже то не снимал и приехал на трекстаб принять душ и заправить машинку нам остается совсем херня до уже базы так что начинается наш новый день новых приключений не осмотр моего прицепика все вроде нормально ну конечно все живут это виляние наверное если он нагружен будет будет полегче и получше ходишь такое вкусно пахнущий и ты такие коробки он бегают понеслась на бойню правильный завтрак друзья красава кашка только сахара до хрена там но все же приятного аппетита все едем-едем в далекие края еще каких-то 2 часа 20 минут что мы сделали мы доехали мы уже в чикаго и теперь вот правда хочется сказать когда чикаго хочется чикаго не знаю мне так хочется и вот мы сейчас подъезжаем на нашу базу кстати мы уже переезжаем сегодня-завтра и сейчас мы все узнаем и будем заниматься с исполнением анкету на американцу на канадскую визу а также будем заниматься на получение шенгена это тоже интересно получить шенген вальне то вывезли офис точнее не офис нет офис будет наверно возиться завтра весь шап называется это shop автомастерская или мастерская столько всего еще порядок наводить чистить буду помогать переездом мы загрузим в in close какую-нибудь хрень ну хрень смысле это вон ту штучку это bad называется задняя часть машины с к нам bad в итоге значит получается вот такие машины как моя не заходят в этот прицеп обидно ну неважно едем на новый офис посмотрим как у там наш новый shop смотрите какая огромная площадка здесь можно траков ставить и ставить главное что можно все выворачивать класс столько места развиваться и развиваться в общем можно ну такой гаражик загружаем новый компрессор вы знали чтобы получить шенген самое проще всего это сделать через финляндию я нахожу на финском сайте и это на самом деле очень легко и просто я уже заполнил анкету сейчас я хочу сделать онлайн регистрацию на собеседование ну на подачу снимаем прицепы сейчас поедем за трейлерами нам надо помочь завести остальные трейлеры поэтому ставим и погнали на пятом колесе сейчас повезем с остальные это уже начали выгружаться так все трудятся клемма на офис и едем по своим делам точнее как надо доделать с банков америка отправить подпись у них я уже говорил ранее что есть такая фигня как заверить подпись у нотариуса и вот мы едем сейчас банк чтобы там типа заверить подпись хорошо походить по сша цивилизация красиво все так сейчас будем у меня все получилось я подписал обила сел то есть договорку при продаже сейчас надо его отправить в ладу может мы еще все же пересечемся даже побываем на яхте что было бы нара прикольно пойдем сейчас мой любимый чапотли покушаем чтобы хотел за счет супчика но чапотли я тоже люблю голова так ехать опять же да к слову у траков больших у самаев у фур у них есть такое выражение голова то есть прицеп есть голова вот я сейчас еду к половой да мы пикап трак я покушал очень хорошо комфортно теперь после чапотли ну конечно лучше бы супчика наверно еще свалим так по таким красивым районом чикаго ну или пригорода чикаго вообще правильно же ощущение того что ты монстр просто смотрите сравнению с другими машинами когда ты едешь без прицепа и один джип так быстро стреляет прямо вообще ощущение такое как будто паум спорткар вылетает все же 6 и 7 как-никак я в салончик suzuki кстати хочу посмотреть мотоэкипировку ну и попробую договориться насчет тест-драйва так и к стене хорошо suzuki-то нету нету suzuki westrom а который был здесь черт возьми может уже продали мне правда две с половиной тысячи пробега все же друзья было это был прикольный мотоцикл а это у нас westrom 650 ну и конечно да нафиг он не нужен все таки что 50 . маленькая разница весит незначительная а мощности просто шикарно чем мультик был продан suzuki westrom правда у него все же диспан тысячи миль было за 8 500 может конечно он продал его за 8 здесь узнал что шарковый онлайн можно купить за 270 долларов это очень круто блин долбаные таксы эти вот они называются 245 а с таксами 270 23 дня заказ отличная цена дешевле чем в интернете это очень странно и прямо нетипично для сша он смотрел мотосалон такой нашел интересного мультистрады стоят и что-то такое ощущение что он даже закрыт вот написано что через 10 минут но мультики прикольные тут еще интересного есть верон старые мне кажется что уже все закрыто американцы любят пораньше уходить ома то что мута гудсы или что это такое а приносили 30 на 1000 что вы это вот с какой-то 4 цилиндровый v-образный двигатель 1650 кубиков за 30 тысяч долларов да вы чего до мультистрады конечно такой шикарно смотрится чувствуется такая сразу сила весь такой прямо под жар и красивый мод себе тигр 20 косаря тайгера 8 соточки 15 рубасов кстати главная фишка и неудачного эксперимента это вот приваренные лапки что с ней потом делать как сюда приварить собрав если ты погнул прикольные подверг кстати 16 косарей прикольно были ну такая дура здоровая конечно мультистрада что-то их очень много кстати продаются папа вот в этом еще салончики и друзья я принял решение что дешевле всего покупать участника конечно есть вариант еще купить все же его на аукционе но есть какая сложность тем что так вот это может быть кот мешке а также возможно что у него не будет тайтл еще есть такая проблема сейчас я узнаю я хотел думал доехать но есть несколько вариантов да как я уже ранее говорил что можно через атлантику но вообще у меня задача перелететь через тихий отправить мотоцикл тоже я уже даже думал может быть отправить его во вьетнам мотоцикл или в таиланд доехать до сиэтла или до торонто и оттуда уже отправлять мотоцикл это тоже интересный вариант есть например канаду меня не пускают я еду до сиэтла и отправляем мотоцикл если меня пускают в канаду то я могу до торонто доехать и отправить мотоцикл во владик но мне его придется растамаживать потому что по правилам типа временного въезд на месяц там что-то как-то можно доставить депозит за мотоцикл или за растаможку что-то такая система но не точно либо растаможить его под россию что тоже возникает вопрос потому что хоть я русский но я-то прописан беларуси также может быть вариант еще во вьетнам его отправить там уже придешь туда так как виза не надо сел на мотоцикл и поехал дальше путешествовать по азиатским странам это как бы тоже крутая идея но главный вопрос то что если я пересеку тихий океан и приеду или во владивосток или в таиланд или во вьетнам то я сделаю кольцо вокруг земли этом очень как бы для меня важно потому что я еще не перелетал через тихий океан вот кстати илюха также тоже сделал он и поехал с южной америки полетел через вроде сша и прилетел в северную корея в южную карелию это в северную корею корей вот поэтому есть вот такой еще план есть такая идея но видите за какие сложности что может быть это очень дорого и поэтому есть вариант такой чтобы например даже например купить здесь мотоцикл проехать америку поехать в канаду и в канаде его продавать тогда возможно там мотоцикл покупать какой-то дешевый потому что в канаде продать мотоцикл будет довольно сложно то есть как запчасть его это тоже как бы не хочется это потеря денег конечно хотелось бы мотик отправить но если там стоимость отправки будет там 2000 долларов то конечно проще мотоцикл продать и купить уже прилететь и купить во владике другой мотоцикл или в той же азии просто в азии ты такой мотик не купишь а если купишь что будет от огромнейших денег что в азии конечно в основном малокубатурный мотоцикл обычно друзья нужна ваша помощь значит вопрос такой может кто-то знает может кто-то любит полазить и знает но опять же может полазить и хочет сам тоже владеть информацией поищите какую-нибудь информацию касательно транспортировки мотоцикла с канады с квебека в европу а также вариант его белоруссию с сша с нью-йорка белоруссию или в европу с торонто по владивосток или вот вьетнам или в таиланд а также с вашингтона штата или там сан-франциско ой с калифорнии какие-нибудь варианты но город можно уже выбрать там какой будет проще то сиэтла например вашингтон или сан-франциско или лос-анджелес калифорнии вот так что если есть возможность упаласти поищите пишите мне в контакте или фейсбуке буду очень признателен она как обычно идем после клубки а тема побарактаться но мы сейчас музычка у нас будет сейчас барбекюшечка любщик уже начал с вкусного венчика но мы пока перекусе помидоркой у нас как обычно полноценный отдых друзья перед трудовыми буднями вот это я понимаю знаете что у нас еще там осталось а это друзья лобстер вот и подошел вечер концу друзья это так круто очень часто и постоянно я говорю о том что друзья как же круто ценить то что у нас есть вот кровать это настолько приятно и круто когда у тебя есть собственное пространство у тебя есть мягкие подушки у тебя есть мягкие одеяло и конечно матрас и ты можешь пользоваться благом человечества и на самом деле мы это часто не ценим нашу еду наших родителей наших родных поэтому рекомендую задуматься сказать своим родным что вы их любите и получать от жизни удовольствие а мы сейчас ложимся с вами спать нет про утро друзья а как красиво классно когда у тебя есть свой дом до так ну что друзья у нас начинается погрузка прицепов моя задача перевести эти прицепы и смотрите как у низко стоит надо поднимать подключили можем пробовать добрались на новый шап час выгружать будем прицепики наша задача под перевозить их так что ты как-то некрасиво мы заходим с вами ну что что это знаешь ребята уже неоднократно я говорил как только показываются люди камеру такие сразу у него есть канал мы сейчас ним все думаем тему вот и я там создаю канал вот там то 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 есть такая сразу реклама но перед этим его говорит расскажешь свою историю такую что я буду рассказывать какой-то рассказать ну давай рассказывай мою историю поставим как тебя зовут как канал что-то подписывайтесь на мой канал давай 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 разгоняйся нормально меня зовут дима мой канал называется так 4 селси это след напишется моя история просто я прилетел сша на момент выходе из аэропорта соответственно мне пришлось за эти два месяца куда ты прилетел изначально моя все же майами да самую самый лучший штат со скамеек не выгоняют ну скамейки же неудобные это под ноги надо просовывать которые под перила там и ты же не можешь вытянуться или находил те которые можно вытянуться именно а где ты находил отлично в как на улице ну лишь главное выглядеть хорошо если ты был бы черный могли бы гнать а если ты белый все же привилегии у нас есть я первого получается вторую ночь когда прилетел сюда я очень сильно сгорел потому что все пешком я за первый день находил порядка 40 но это нормально но это же америка люди вы должны понимать это не наши страны где есть общественный транспорт тут нету нихрена и все далеко размазано как знаете тонким слоем по булке масла находил 40 километров сгорел за весь этот день а не пробовал не получается не каучсерфинг ничего такого нет нет я пробовал это мне писали отвечали да 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 это нормально америка тебя встречает сразу я еще в россии когда был я там искала ну типа давай хотя встретимся ребятам одиноких и соответственно поехал в аэропорт вторую ночь начало зато там интернет есть туалет ну да да там перила сделано это на ли есть там первые видео красная штучка треугольная иксиком расположены неудобно спустился вниз там на вокзале но опять же ты мог бы на полу спать просто на полу лечим все есть сама надувающийся коврик или гамак ну и как ты в итоге устроился в итоге ты же трак драйвер водитель боевой фуры дарился долгий путь был работал сначала на моинге моя соответственно жил же в траке в этом же на котором мы работали отлично потом каким-то выгнали оттуда мне пришлось спать на пляже на пляже не выгоняли так продолжим нашу дискуссию нас просто села была батарейка переключились новые ты спал тоже и в гамаке да в гамаке кстати в том же волмарте удобно да там да если рыбаки можно если что-то рыбки попросили а готовил еду как слушая я покупал я достаточно денег зарабатывал уже когда-то на мовинге начал экономил на жилье а на траке уже как пришел на траке я пришел я заработал денег на право майами получил права соответственно копил какие-то деньги здесь чтоб кататься за месяц я уже говорил неоднократно мне у ребята все подходят макс спасибо спасибо мы от тебя мать это круто видишь но суть того что видишь главная иметь цель неважно сколько у тебя есть вес главная мотивация это важная фактор но ты не сдался а потому что тоже было я думаю тяжело первые особенно никогда переломала первые первые 10 дней как-то еще на энтузиазме прям все круто ништяк жизнь кайф а потом конечно когда ты спишь на улице и уже такой довольно большой времени прошло может быть там недельку по развлекаться это за место а тут уже практически три недели прошло смотрится всяких блогеров и портят за портят людей жизни жил дома тепло было хорошо тут на улице живешь как раз такие мысли появляются что дома там бизнес есть там все тепло то есть и денежки тебе надо было сорваться зачем да да не языка не денег ничего то есть не грохнут еще стреляем где-то не зайдешь не в тот район круто сказать молодец удачи и продолжать дальше да так что ребята если что заходите посмотрите как он пришел а мне потом скину что я посмотрю что первую жизнь конечно качество я все начинал это наверное коп какой-то умер потому что мотоциклист и копы ну сутвалька так как пришла новая идея путешествия это двинуть сиэтла или с ванкувера в сторону другого континента поэтому опять же здесь у кого-то есть информация если есть у кого-то возможность поискать полазить в интернете как отправить с ванкувер или сиэтла мотоцикл во вьетнам хану или хо ши мин или в тайланд бангкок буду очень признательно за любую информацию я думаю что и потом дальнейшем сесть над папа вещи людям потому что я думаю будет многим также интересно мало ли кто-то соберется или наоборот то что во владик это реальная проблема перевести мотоцикл 1 потому что он скорее придет очень поздно то есть если я приеду например в сентябре отправлю вот он придет через два месяца этот декабрь то уже как бы холодно да все же а если он придет во вьетнам или таиланду там всегда тепло то есть это тоже будет нам нас устраивать я тогда смогу продолжить свое путешествие пойду нам до цикли до бали и буду делать процессе визу чтобы потом получить уже австралийскую визу потом добраться на мультике в австралию так что очень был бы крутой вариант еду тут по пути или магазинчик мы уже в нем были там тут стоит короче мотик гс я правда уже гс не хочу смотреть на что он дорогой и большой пробег но курточка мне понравилось я хочу еще раз посмотреть куртку записать ее данные чтобы посмотреть что за какого на года выпуска и вообще что за на весе вот если бы на нем нужно было прокатиться еще другой вопрос а так конечно не хочется уже смотреть так уртюха крутюха крутюха вот она вот она это у нас олимпус я посмотрел просто по отзывам посмотрел по каким-то вариантам и она казалась очень неплохая вот это я понимаю вентиляция охрененно как в этой курточке есть возможность носить ее просто как ветровку это очень классно сделано видите есть даже кармашки дополнительные класс тема так смотрится вроде нормально цвет только нравится вот этот черный как-то не очень коричневым поинтереснее смотрится следующий прицеп мы добрались эти чату тачку надо еще тоже убрать наверно так закрываем эту фигню это у нас стопор на всякий случай берем до трачок тоже на базу будем грузить его пикап наш новенький 13 миль друзья всего лишь класс ах пахнет как так интересно так ну да почти надо было больше еще взять вправо нормально колесико чуть вышло это видите поставил пластик потому что прижимала очень сильно железка к резине с той стороны не так а кстати мне вот эта штука надо где-то потеряно ну здесь не страшно здесь тоже надо наверно поменять сюда лучше поставлю тоже пластик чтобы не мало ли будут двигаться чтобы не пробить резину а то это будет фиаско работа по локалу очень довольно неплохо говорил что довольно очень сложно надо общаться с американцами переписка это что мы думаем по русски да скажем так или там по белорусски по украински мы используем сленговые слова мы сокращение такие знаете вот американцы они тоже используют также иногда вы можете их не понять так вот прикол том что я сейчас пытаюсь компании с одной списаться на вроде ванкувере они отправляют мотоцикл во вьетнам и таиланд так как я планирую да тоже мне было бы вообще лучше на сто раз если бы я именно с тихоокеанского побережья перебрался к нашему нам поближе во вьетнам например это было просто идеальный вариант особенно после канады сразу да и супер и вот я уже два предложено два письма написал сколько стоить будет звонку вера сколько будет туда 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 ни одного цены вопроса все время какие-то только так что-то ответили мы отправляем туда столько-то контейнер такого размера дайте мне сука цену не дают у тебя сейчас опять пишут дайте мне цену сколько это будет стоить это очень забавная тема и постоянно будут уточнения типа я им пишу ребята я еду на мотоцикле типа какого сбуду мотоцикл новый или старый на что это влияет цену если ты мне сказал что у вас там 20-футовый туда влазит 6 мотоцикл зачем до 6 10 доходит 100 мотоцикл не без разницы сколько будет стоить один мой мотоцикл правильно я уже писал и какая модель мотоцикла но это очень забавная тема но вот такие люди я сейчас возвращаюсь обратно в старый офис потому что оказалось в одном из прицепов последним они тут одной рампы и надо еще загрузить там две тачки это короче пьяска я 17 минут проехал в одну сторону сейчас развернулся еду опять на офис чтобы помочь рюки заказать шиши рулись сейчас будем легче помогать загружать тачки заснул я его спугнул прямо ж дернулся бедняга помогли загрузились погнали и смотрите какой тюнингованный вось посмотрим а вот это мэрсик такой расширенный бампер конечно такой так себе блин такой кукс у крамы это плюс какая-то пленочка не сказать что это карбон но амортизаторы охренеть как так как так как так может быть блин ну интересно и новый как думаете оказался он закрыт и он реально новый друзья блин прикольно мне когда-то не нравились на самом деле как это считает бесполезная машина уазик все же внутри как серьезный подход смотрите как интересно сделано а вот смотрите как выглядит если снять переднее сидение и кровать давайте попробуем лечь и посмотреть насколько будьте удобно так подушка смотрите мои ноги где я метр восемьдесят ну конечно удобно по ширине как угодно ложись крутая тема кстати мне кажется было бы так лучше только нужен нормальный подлокотник но вообще очень классная тема где-то дольше если у кого олнер у кого это личный трак я думаю не смысл так переделывать офис так офис да столько пространства только место особенно это прикольно как личная ну тебе комнатка у тебя еще что-то последнее самое главное и заключительное чтобы отметить это дело день закончился теперь начинается у нас время отдыха сегодня аня приготовила вот столько всяких вкусняшек любчи главный за барбекю начинается движуха раз такую штуку наблюдаю смотрите специальное дерево для того чтобы ложить ее ну так как рыба разваливается вот люкчик что-то такое намутил накрутил даже интересно ну запах очень крутой ну а просто что ты глажем загорелась это будет прикольно но я знаю что вы не очень любите пьянки все но иногда просто на самом деле очень прикольные бутылки и возможность есть попробовать серьезных напитков знаете как многие говорят в машины ты пробуешь там ну и еду разные вообще странные миры ну и алкоголь это тоже составляющая путешествие и вообще возможных вариантов познать мир особенно с другой стороны вот и мы вот открыли вы видите что совсем чуть-чуть мы попробовали и чивос оказался довольно такой не очень пишите комментарии какого вы спиртный напиток больше всего любите